Окей, ребята, вышел трейлер к фильму «Смертельная схватка. Мортал Комбат», и давайте сейчас его посмотрим. На мой взгляд, главная задача трейлера – это вызвать желание у людей, которые, в принципе, не ожидают фильма, посмотреть этот фильм, сходить на фильм. Поэтому давайте посмотрим. Я особо не жду этот фильм. Я, человек, который как бы в стороне от всего этого находится, произведет ли на меня впечатление этот фильм, этот трейлер, вернее, к этому фильму, и захочу ли я посмотреть фильм, посмотрев этот трейлер. Потому что с трейлером фильма «Годзилла против Конга» это абсолютно произошло. Я действительно захотел посмотреть фильм после просмотра трейлера. Давайте посмотрим, получится ли у «Мортал Комбата», у «Смертельной схватки» то же самое. Впервые узнала об этом лет семь назад, во время миссии в Бразилии по поимке беглеца. Когда мы добрались? Это Саб-Зиро явно. Он изничтожил наш отряд за секунды. У цели есть сверхспособности. На нем была та же отметина, что и у тебя, Коул. Это родимая п... А это, по-моему, главный персонаж, главный герой. О чем ты? Она у него с рождения. Это не родимое пятно, Коул. Это значит, что ты избранный. На протяжении всей истории разные культуры по всему миру встречались на великом турнире чемпионов. Это отметина дракона. Думаю, это приглашение, чтобы сразиться. Очень кроваво. Ну, в принципе, чего ожидать еще от фильма, который сделан по игре со всякими там фаталити, анималити и так далее. А, это тот, которому Саб-Зиро лишил рук его в самом начале трейлера. Ну, компьютерная графика немножко... Ладно. Не важно, сколько моих людей ты одолеешь в битве. Мы не проиграем. Убить их. Это типа фаталити было, наверное. Канна победил. Ебать, красотка. Ну, очень кровавый трейлер. И фильм, судя по всему, тоже кровавый. Как я уже говорил, чего еще было ожидать от фильма, который сделан по игре с кучей действительно кровищей и так далее со всеми этими вещами. Ну, впечатление такое, что неплохой вроде бы экшен, но нам показали только небольшие как бы отрывки. Определенно есть изобретательность. Я обычно сужу по фильмам по сюжетной составляющей, по тому, какой хороший там или плохой сценарий. Я просто не уверен, что этому фильму действительно нужен какой-то завороченный там сценарий, потому что люди идут сюда на такие, такого рода фильмы не из-за сценария, а из-за боевок. Сценарий призван просто свести персонажей вместе, чтобы они красиво подрались между собой. Тут надо будет оценивать именно изобретательность, именно боевых сцен. Ну, и, конечно же, спецэффекты, потому что тут много всего такого, вот я вижу, там какая-то определенная мистическая составляющая есть. В общем, с этой стороны, наверное, надо будет оценивать, в первую очередь, пока я вижу, эффекты так себе не очень хорошо выглядят. Но, опять же, это может быть в финальной версии, когда оно там выйдет в кинотеатр и будет лучше выглядеть. Я обязательно схожу, наверное, в кинотеатр, там, когда там показано было в конце 16 апреля. 16 апреля, ну, в HBO Max и в кинотеатрах одновременно. В общем, схожу, это буквально два месяца, и мы сможем посмотреть этот фильм. Главный герой немножко, он мне какой-то странный, ну, то есть, он не выглядит, этот актер не выглядит, он не выглядит как актер, который может сниматься в крупномасштабном таком вот блокбастере. Он недостаточно, у него недостаточно звездный вид, на мой взгляд. Ну, а так, в принципе, поживем, увидим. Спасибо за внимание, спасибо за то, что вместе со мной посмотрели этот трейлер.